Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск «Еселяк Парад» и в начале коротко о главном. Новые дороги, вода в каждый дом, освещение улиц, строительство предприятий. Глава региона с рабочим визитом посетил район Макжана Жумабаева, где ему доложили о проделанной работе. Огурцы, помидоры, зелень в женской колонии Петропавловска осваивают инновации в производстве кормов. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения народной артистки СССР и Казахстана Розы Баглановой. В честь юбилея в Петропавловске с гастролями приехал коллектив «Казахконцерт». Большинство казахстанцев доверяют своему президенту. Так ответили 70% респондентов на проведенный опрос. Глава государства назвал проблемы, которые должны быть решены в первую очередь. Необходимо обеспечить защиту прав и свобод граждан, повысить заработные платы, пенсии и пособия казахстанцев. Также опрошенные высказали свое мнение относительно деятельности президента. Они особо отметили такие важные сферы, как безопасность государства, социальная справедливость, устойчивое социально-экономическое развитие, благополучие каждой семьи, общественная дружба и согласие. Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету встретились с уполномоченными госорганами по вопросам перезагрузки бюджетных процессов и внедрения блочного бюджета в рамках реализации послания главы государства. О ключевых нюансах блочного бюджетирования в ходе встречи рассказал сенатор Нурлан Бекенов. Он отметил, что основными принципами такого подхода является минимизация бюрократии, предоставление свободы администраторам бюджетных программ, перераспределение средств и акцент на долгосрочные цели. Данная система должна быть основана на получении каждым министерством многолетнего плана расходов, в рамках которого они будут самостоятельно перераспределять средства между стратегическими инициативами. То есть система наделяет министерства и ведомства правом самостоятельного распоряжения бюджетом. Новые дороги, вода в каждый дом, освещение улиц, строительство новых предприятий. Глава региона с рабочим визитом посетил район Макжана Жумабаева, где ему доложили о проделанной работе за 2021 год и о планах на 2022. Также после небольшого объезда Кумар Аксакалов провел встречу с населением и крупными аграриями Возвышенского сельского округа. Какие проблемы волнуют жумабаевцев, расскажет Илья Кудряков. В Североказахстанской области до конца 2022 года построят еще 8 новых молочно-товарных ферм. Недавно одну ввели в эксплуатацию в селе Полудина района Макжана Жумабаева. Потратил аграрий на не около 2 миллиардов тенге. Еще столько же планирует выделить на расширение. На сегодняшний день в комплексе уже находится около 240 голов сементальской и галштинофрийской пород КРС. Ожидается поставка еще 150 буренок. Средний надой в день с одной головы составляет 23 литра. Для начала показатель довольно неплохой, отметил глава товарищества. Наша задача, чтобы в каждом населенном пункте крупном, у крупного сельхозформирования была молочно-товарная ферма. Вот это такая задача, которую мы стоим. Тем более у нас ресурсы для этого есть. Вот буквально на днях было принято решение правительства об увеличении республиканского бюджета, уточнение. И мы получили тоже средства в рамках комплексного плана. Еще 20 миллиардов тенге получили на развитие сельского хозяйства. Это означает, что мы должны опять строить фермы, тем более ресурсы у нас есть. Еще одна ферма, которую планируют закончить в этом году, находится в селе Жастар. Рассчитана она на 600 голов. Руководитель ТОК из Лжар МТС Агро на строительство выделил 3 миллиарда тенге. Это позволило создать 20 новых рабочих мест. Первые 150 голов КРС приводят 10 сентября из города Актюбе. Поменялось у нас доильное оборудование. У нас была до этого другая. Сейчас дэри мастер, германское оборудование. Тут тоже хорошее оборудование. Мы уже законтрактовались. Получается, уже в июле вместе будем делать монтажные работы по доильному залу, по стойловому оборудованию. То есть уже 30-40 процентов мы проплатили. Осталось, получается, получить финансирование. Хотели, вот, Кумар Георгиевич, попросить вас, чтобы ускорить процесс по финансированию на поголовье. Дополнительно в область пришлось свыше 70 миллиардов тенге. Сегодня у нас уже бюджет области 431 миллиард. Это очень хорошее. Выше намного, чем в прошлом году. Это позволяет нам реализовать проекты. В том числе наша особенность в Северокарстанской области, что мы строим молочно-товарные фермы. 22 фермы мы построили уже, ввели. В этом году идет строительство 11. Еще мы должны в этом году несколько ферм начать. С развитием животноводства аграриям не стоит пускать на самотек растеневодство. В этом году в ТО «Возвышенка-Остык» начали строительство нового элеватора для приема масличных культур. К слову, их пассивная площадь только в нашем регионе составляет 1 миллион гектаров. Поэтому в таком сооружении острая необходимость. Свою продукцию аграрии экспортируют в 16 стран мира. Цены на масличные очень хорошие. Если 12 центеров получить при цене 120-130 тысяч тенге, это очень хороший результат. Это очень хорошо. Ну и плюс это качество. Также глава региона проинспектировал готовность местных спасателей к приходу большой воды, если такое случится. Для предупреждения ЧАЭС за весь зимний период только из города Булаева вывезено 30 тысяч кубов снега. Плюс заменили водопропускные трубы, очистили ливнестоки и канавы. По словам Акима района, подтопления в этом году не будет. Нам было вывезено 30 тысяч кубов метрокубических снега с города Булаева. Также замена водопропускных труб проведена. Установлены бетонные ливнестоки и проведение углубления каналов. Поэтому здесь подтоплению угрозы Булаеву в этом году ничего не грозит. Также села Беняш, Возвышенка и Октябрьское. Здесь также были проведены работы по вывезду снега. В селе Бенишай было 6 километров дорог очернено. Вокруг населенного пункта было очернение проведено. И также установлена высокопроизводительная передвижная мотомпомпа Вариска производительностью 400 кубов в час. По селу Возвышенка также было углубление водосточных каналов и установка водопропускных труб. И по селу Октябрьское проведено обвалование вдоль береговой линии. Доложили главе региона и о благоустройстве населенных пунктов района. Как всегда, основными критериями благополучия местных жителей являются освещение, дороги и подвод воды в дома. В 2022-м в планах отремонтировать трубы водоснабжения в 13 селах, осветить 40 улиц, восстановить 39 километров автодорог. В общей сложности потратят на эти цели чуть больше 3 миллиардов тенге. Также начнут строительство нового 45-квартирного дома. Общая площадь составит порядка 4000 квадратных метров. В будущем свои жилищные условия смогут улучшить 45 семей. Реализовывать его будут через отбасы банк. Если мы эти дома строили как арендно-коммунальные, так, а здесь, значит, люди будут получать уже через отбасы банк. Это тоже инструмент, который должен работать на уровне районов. Не только в городе, но и в районах. Мы сейчас проверим, посмотрим, насколько этот опыт, он будет удачным, для того, чтобы его распространять дальше. Вот эти деньги, значит, легче привлекать, чем строительство арендно-коммунального жилья. После ознакомления жизнью жумабаевцев со слов Акима района, глава региона провел встречу с населением и крупными сельхозтоваропроизводителями, которые взяли на себя ряд обязательств по улучшению благосостояния. В Возвышенском сельском округе действует два крупных ТО. Это земля Возвышенки и север Жасылжер. Каждый год руководители активно участвуют в жизни местного населения, повышают заработную плату своих сотрудников и строят для них дома. Всем жителям известно, что мест в нашем детском садике в села Возвышенка не хватает. ТО «Земля Возвышенки» совместно с ТО «Север Жасылжер» оплатят проектно-сметную документацию с экспертизой на сумму более 9 миллионов тенге. Отплатили? Частично. Помимо этого будет построен еще один жилой дом для работника данного коллектива. Коллектив на ежегодном собрании определит, кому из работников именно предоставится это жилье. Так же, как и в предыдущие годы, по итогам первого полугодия, 20 лучших сотрудников ТО «Земля Возвышенки» будут направлены в санатории Аэртау и Боровое. Точно так же этот выбор сделает коллектив ТО. В текущем году ТО «Земля Возвышенки» обеспечит своих пайщиков, рабочих и также малоимущих земли зернофуражом, сенной соломой по сниженным ценам, которая составит ниже уровня рыночных на 40%. И это только часть обязательств. Также планируется повышение заработной платы, продолжит поддержку многодетных и малообеспеченных семей. С началом по сенной кампании директора ТО предоставят свою технику местному населению для подготовки земельных участков для выращивания сельскохозяйственных культур. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей. В Северном Казахстане завершена работа программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек». Участие в ней приняли более 5700 человек. Североказахстанцы прошли краткосрочное обучение, получили гранты на открытие своего дела и трудоустроены на предприятия региона. Итоги крупнейших государственных проектов в нашем следующем материале. Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек» – масштабный государственный проект, оказывавший поддержку гражданам в вопросе обучения, трудоустройства, открытия своего дела и многом другом. В 2021 году ее участниками стали 5727 североказахстанцев. Сумма инвестиций составила 581,9 миллионов тенге. Из них безработных более 2500 человек, самозанятых 1200 человек, наемных работников – 257 человек, лиц, ищущих работу – 1464 человека. Для реализации программы были задействованы активными мерами, занятыми следующие лица. Получается, на профессионально-краткосрочное обучение направлено 233 человека, на социальные рабочие места – 105 человек, на организацию молодежной практики направлено 148 человек, на первое рабочее место продолжают работать 4 человека. Акжол Жанасылы – выпускник факультета инженерии и цифровых технологий Кузыбаев Юниверсити. С августа 2021 работает на Петропавловском электротехническом заводе. В Аллагиум Электрик он устроился по молодежной практике. По словам Акжола, программа позволила ему адаптироваться на предприятии и получить бесценный опыт работы. Изначально я работал на заводе по молодежной практике «Жастар». В настоящее время занимаю должность мастера. Узнал о программе от родственников. Со мной вместе трудятся также четыре выпускника, которые, как и я, пришли работать по молодежной практике. Условия хорошие, коллектив отличный. Осенью 2021 года в Казахстане утвержден национальный проект по развитию предпринимательства. Программа нацелена на поддержку бизнеса, созданию рабочих мест и организацию продуктивной занятости. Так, в 2022 году планируется охватить 4095 человек из числа социально уязвимых групп населения. На 2022 год у нас запланировано отправить на социальные рабочие места 78 человек, на организацию программы общественной работы 374 человека, на молодежную практику 176 человек, на первое рабочее место 5 человек, контракт поколения 1 человек. Также на краткосрочное профессиональное обучение планируется направить у нас людей более 290 человек. Согласно программой дорожной карты занятости, по итогам 2021 года в нашем регионе реализовано 4 проекта на сумму 2,3 миллиарда тенге. Благодаря этому создано 134 рабочих места и трудоустроено 67 человек. Тамерланд Леубаев, Анатолий Белонок, Служба новостей. На берегу озера Пестрое прошел тренинг-инструктаж патрульных полицейских и сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. В ходе подготовки к пику весеннего паводка опытные честники рассказали о водно-спасательных действиях и о первой доврачебной помощи при утоплении. Инициаторами выступил департамент полиции. Руки максимально разогнуты. И когда делаете компрессию, не руками вот так продавить, а нужно телом давить. В нештатные ситуации на загородных трассах помощь на пожарах, эвакуация людей при подтоплении – это ситуации, с которыми могут столкнуться и патрульные полицейские. Именно их экипажи первыми прибывают на все тревожные вызовы, требующие оперативных и грамотных действий по спасению человеческих жизней. Еще в 2019 году, по указанию руководства Министерства внутренних дел, автопатрули укомплектованы специальными инструментами – арканами, фонарями, спасательными кругами и жилетами. Этот арсенал выдан специально для экстренных действий при оказании неотложной помощи населению. Теоретическую подготовку для патрульных периодически проводят сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Методы спасения тонущих, оказание доврачебной помощи, приемы по использованию подручных средств спасатели подробно рассказали и показали все приемы по водно-спасательной деятельности. Занятия проводят филиал Центр медицины катастроф и оперативно-спасательный отряд. Занятия проводятся по оказанию первой доврачебной помощи людям при утоплении. И также сегодня мы обучаем методам и способам оказания помощи пострадавших на водоемах. В тренинге приняли участие сотрудники двух батальонов патрульной полиции – областного, обслуживающего загородные трассы и городского, обеспечивающего общественную и дорожную безопасность на улицах областного центра. Сегодня проводились занятия совместно с департаментом человеческой ситуации о спасении людей на воде. Для нас эти занятия очень важны, так как мы приезжаем первыми на место происшествия, чтобы умели и знали, как правильно спасать человека, всю технику знать. С начала года в североказахстанске патрульные полицейские около десяти раз оказывали экстренную помощь водителям на загородных трассах. В основном это поломки автотранспорта в условиях низких температур, бураны и другие внештатные ситуации, случающиеся на дорогах. Кирилл Потемкин при содействии областного департамента полиции. Впервые в североказахстанской области осужденный, отбывающий наказание в учреждении региона, привлечен к уголовной ответственности за клевету в отношении сотрудников департамента уголовной исполнительной системы. С момента прибытия в учреждение Е-164-1 осужденный начал обращаться с заявлениями в разные правоохранительные органы о том, что сотрудники во главе с руководством наносят ему телесные повреждения и вымогают денежные средства. По данным фактам, мужчина писал заявление в областную прокуратуру и управление собственной безопасности департамента полиции. На сотрудников, якобы избивавших заключенного, возбудили уголовное дело, но через некоторое время его прекратили за отсутствием состава преступления. Ни одна жалоба не подтвердилась и даже по записям с видеокамер следствие установило, что телесные повреждения осужденный наносил себе сам. В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело по третьей части статьи 419-й заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного тяжкого, особо тяжкого преступления. По итогу, к основному сроку осужденному добавили еще пять лет. Огурцы, помидоры, зелень выращивают в теплице учреждения Е-164-6, а еще в женской колонии осваивают инновации в производстве кормов. С новым методом ознакомилась и наша съемочная группа. Гидропоника – выращивание растений в беспочвенной питательной среде. Этот инновационный метод внедряют в теплице, расположенной в женской колонии. Из пророщенных семян готовят корма для кроликов. У Олеси Русак раньше было много специальностей, но к огородничеству особая тяга. Ежегодно здесь собирают урожай огурцов, помидоров и болгарских перцев. А в этом году в качестве эксперимента стали выращивать корма с пшеницей методом гидропоники. Идет сначала замачивание на сутки, замачивается сначала выизвести, сутки стоит выизвести, потом это все промывается, пшеница промывается, потом замачивается водой, простой водой тоже замачивается, потом опять все хорошо промывается. и высаживается, надо было мне подончик взять, и высаживается на подон, выкладывается слоем полтора сантиметра. Надо постоянно смотреть, чтобы, если подсыхает верх, надо постоянно, утром, в обед и вечером, я смотрю, чтобы верх был влажный, чтобы сухое не было, и тогда начинает прорастать. Корм, выращенный на гидропонике, содержит 16 различных витаминов. Женщины, работающие в теплице, используют не только пшеницу для выращивания таких кормов. Еще бы кукурузу хотелось прорастить, семена можно проращивать хочу, овес начал сходить у нас хорошо. Это очень будет пользоваться спросом, потому что там столько витаминов, насыщенные очень. Даже для человека это очень полезно, проращивание пшеницы. Даже женские крема, вот это все делается из ростков пшеницы. В теплице работает 4 человека. Из полутора килограммов пшеницы за 5 дней они готовят 6 килограммов корма. Он отправляется на ферму, которая находится здесь же, в колонии. Сейчас там содержится 30 кроликов. В честь знаменитого земляка Габита Мусрепова в Доме дружбы состоялся областной конкурс мастеров художественного чтения. На мероприятие собрались представители 12 районов и города Петропавловск. Победители городского и районного тура конкурса примут участие в трех этапах. Выразительное чтение из отрывков повестей Габита Мусрепова. Выразительное чтение отрывка на выбор участников и чтение произведения писателя, посвященного матери. Победители этого конкурса будут награждены грамотами и ценными призами. Целью данного мероприятия является пропаганда творческого наследия Габита Мусрепова и привитие чтения молодежи. В этом конкурсе участвуют представители молодежи от 17 до 29 лет. На учете в Казахстане состоит больше 43 тысяч детей с заболеванием аутизм. И это только приблизительная цифра. На деле их гораздо больше, отмечают специалисты. Зачастую люди с ограниченными возможностями или их опекуны вынуждены по несколько раз обращаться за подтверждением проблем со своим здоровьем. А ответы от компетентных органов ждать по 3-4 месяца. В большинство жалоб и заявлений вынуждены вмешиваться прокуратура области. И только тогда удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Сегодня в стенах дома дружбы прошел круглый стол с участием прокуроров, сотрудников сферы здравоохранения и спорта. А вот работники сферы образования, собравшихся своим присутствием, не удостоили. По словам руководителя общественного объединения «Мой ребенок» Татьяны Ковалевой, добиться инвалидности для ребенка с аутизмом – настоящий квест. А связано это с некачественной работой госорганов и их закрытостью. Во время пандемии проводить такие встречи, где можно решать наболевшие вопросы, было невозможно. Но теперь их планируется проводить гораздо чаще. Наш открытый стол запланирован как диалог между неправительственными организациями и государственными органами. Дело в том, что на протяжении пяти лет мы боремся за права детей с ментальными нарушениями. Сначала это были дети, теперь это уже люди, все люди с ментальными нарушениями, так сказать. И на протяжении пяти лет мы сталкиваемся с тем, что решаем одну проблему, а возникает другая. И этот порочный круг мы никак не можем разомкнуть. Получается, подается заявка, заявка не одобряется и она висит в воздухе. При этом ни руководители органов здравоохранения, ни руководители социальной соцзащиты ничего не делают при этом. Пока мы, НПОшники, не направляем жалобу в прокуратуру, только после этого начинаются какие-то движения. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения народной артистки СССР и Казахстана, народного героя советской и казахской оперной и острадной певицы Розы Баглановой. В связи с этим во всех регионах страны проводятся различные мероприятия. В честь юбилея народного артиста Казахстана из Нурсултана в Петропавловск гастролировал художественный коллектив «Казах-концерт» имени Розы Баглановой. На железнодорожном перроне мастеров искусства встречала и наша съемочная группа. Коллектив «Казах-концерт» имени Розы Баглановой встретили представителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела сладкими угощениями. Из города Нурсултан приехало порядка 40 человек для проведения данного мероприятия. Будут один день. Программа предусматривает исполнение песен великой артистки Розы Баглановой. Гастролирующий художественный коллектив представит жителям региона песни Розы Баглановой, Ерки Май, Сауле Ай. Артистка Государственного театра «Астана Мюзикл» Зарина Жакенова исполнит нашим землякам легендарную песню «Ак Самара». Стоит отметить, что девушка также сыграла главную роль в телесериале, посвященном жизни и творчеству Розы Тажибаевны. В прошлом году сняли фильм «Булгул» для телеканала «Хабар» про жизнь великой певицы Розы Баглановой. Съемки были очень интересные. Это был мой дебют. Снимали не только в Казахстане, а также в Узбекистане, в Белоруссии. В Белоруссии, в городе Минск были очень интересные съемки, очень интересный процесс. Страшный, потому что там снимали мы годы войны. Там были настоящие танки, настоящие пистолеты, автоматы, взрывы. Все было по-настоящему. Работали без дублеров сами. Концерт художественного коллектива «Казахконцерт» североказахстанцы смогут увидеть сегодня в 19 часов в областной филармонии имени Акана Серый. Гастроли коллектива продолжатся после Петропавловска и в других областях. Наталья Аитова, Игирим Кусаинова, Адиль Нуржанов, Служба новостей. В Северном Казахстане подвели итоги областной олимпиады для школьников. Так, учащиеся областного специализированного лицея-интерната для одаренных детей были им инновация, завоевали две золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей. Сегодня они готовятся к предстоящей республиканской олимпиаде. Подробности далее. Областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей основан в 2006 году. Учреждение делает упор на подготовку учащихся по иностранным языкам и точным наукам. Так, с 24 по 30 марта состоялся областной этап республиканской олимпиады. Участие в ней приняли 43 школьника Блеминновация, 23 из которых завоевали победные места. «Наше заведение делает упор на олимпиады. В этом году мы стали победителями в точных науках, таких как информатика, география, физика, математика, биология и химия. В ходе подготовки использовали базы данных Блеминновация. Один из золотых медалистов поехал в Нур-Султан, чтобы набраться знаний. Продолжаем работу в этом направлении». Нурай Бакиева приняла участие на областном этапе по предмету география, завоевав второе место. Для Нурай это первая большая победа. Школьница продолжает усиленно готовиться, ведь впереди ее ждет республика. «Мы готовились во время каникул с 18 по 23. С 8 утра до 9 вечера учились и с небольшими перерывами. Мы читали книги по географии и брали разные источники с интернета и с книг тоже». Альтаир Курмашев также стал победителем на областном этапе Олимпиады, завоевав второе место. По словам Альтаира, ранее он участвовал лишь в онлайн-олимпиадах. Готовился долго, потому и победа стала наградой за старания. «Готовился к Олимпиаде по-разному. Помогал другим ученикам в освоении предмета. Посещал различные образовательные учреждения, откуда получал знания. В частности, в информатике мне особенно помогли студенты университета». Республиканская Олимпиада стартует 18 апреля. От лицея-интерната участие в ней примут 11 школьников. Тамерлан Тлеубаев, Михаил Казначеев, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и удачных вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok